Дин. Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и Которого мы взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиту Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет вести в заблуждение. А кого он наставит, того никто не наставит на верный путь. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и посланник его. Да благословит Аллах его и приветствует его род, его сподвижников и тех, кто последовал искренне по их пути до судного дня. Ас-саляму алейкум, арахматуллах, и ва баракату, уважаемых жамат. Сегодняшнюю хубу хотел бы посвятить знамениям Всевышнего, которые повсюду нас окружают. В шестом аяте Суры Юнус говорится, Поистине в смене ночи и дня и в том, что сотворил Аллах в небесах и на земле знамения для людей богобоязненно. Далее в 73-м аяте Суры Хадж, Аллах обращается к людям. О люди! Того, кого вы призываете, помимо Аллаха, никогда не сотворят и мухи. А если у них похитить что-либо муха, то они не смогут отнять у нее. Слав просящий и просимый. В то же время, даже крошечная муха – это уникальное создание Всевышнего. Например, как показали исследования ученых, шестиугольная форма линз, составляющая сложные глаза мухи, в отличие от обыкновенной оклах, собеспечивает насекомому более обширное поле зрения. У некоторых разновидностей число таких линз может достигать 5000. Кроме того, сферическое строение глаз позволяет мухе наблюдать за происходящим позади нее. Другая особенность мухи заключается в том, что она обрабатывает пищу не во рту, как это делают остальные существа, а вне своего организма. Муха выделяет на поверхность пищи особую жидкость, которая сжижает корм для надлежащей консистенции. Затем с помощью всасывающих насосов глотки насекомое впитывает в себя образовавшийся питательный раствор. Также в 88-й суре Аль-Гаши Аллах говорит, обращаясь к Року Мухаммаду. Разве они не посмотрят на верблюда, как он создан, и на небо, как оно воздвигнуто, и на горы, как они водружены, и на землю, как она распростерта? Напоминай же, ведь ты только напоминатель, уищеватель. Нет никакого сомнения в том, что все живые существа свидетельствуют о бесконечной силе и знаниях своего Создателя, наделившего их неповторимыми особенностями. Если посмотреть на верблюда, то необычайность его строения в его организме способна переносить жесткие погодные условия от высокой температуры пустыни до крепких морозов. В жаркий день верблюд способен поднимать температуру своего тела до 41 градуса Цельсия, тем самым замедляя потоотделение и потерю излишней воды. Горб верблюда представляет собой крупное скопление жира, обеспечивая верблюда регулярным питанием. Благодаря этому животное может обойтись без воды 3 недели. При температуре 50 градусов Цельсия верблюд может жить без пищи и воды в течение 8 дней. Строение губ и ротовой полости верблюда позволяет ему питаться даже колючками, при этом 4-х камерный желудок и пищеварительная система способны перерабатывать, извлекать пользу из, казалось бы, несъедобной пищи. Также в 38-м аяте Сура Ясин говорится «Другим знамением является Солнце, которое движется, находясь на своем постоянном месте, то есть двигаясь по строго заданной траектории». Все это установление всемогущего, всезнающего Творца, а не результат какой-либо случайности. Будучи на расстоянии 150 миллионов лет, 150, то есть миллион километров от Земли, Солнце, тем не менее, непрерывно обеспечивает нас жизненной энергией. Примерно половина которой поступает нам в виде солнечного света, а другая половина в виде невидимых инфракрасных лучей, проявляющихся в виде теплоты. Если бы только Солнце хоть немного отклонилось от своей траектории и движения, то жизнь на Земле бы очень скоро исчезла. Но как и на нашей планете, так и во Вселенной, все находится в гармонии и искусственно управляется Создателем. В 40-м аяте Сура Ясин упоминается «Ни Солнце не может настигнуть Луны, ни ночь не в состоянии обогнать день, сбить регулярный и точный процесс смены ее с приходом нового дня. Все находится в гармонии и плавает, вращается во Вселенной по верению Господа». В 3-м, 4-м аяте Суры Аль-Мульк, власть Аллах увещевает «И ты не увидишь в творении Всевышнего никакой несоразмерности. Обрати же свой взор, увидишь ли ты где-либо расстройство. Потом обрати свой взор повторно, и он вернется к тебе униженным и утомленным». Просим же у Господа нашего проницательности и способности видеть удивительные знамения Его во всех творениях и таким образом укреплять свой иман. Амин. Барак Аллаху лана вала кумфир Кур'ан и Кариму ванафа'ана бил Аякуб бил Аяки вазикли Хаким вин лгафуру в Кариму джавалу в Кариму л-Алей л-газиму ссамию дуа Аллаху 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 Аллаху